МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей Донбасса. В студии Сергей Грунов. Здравствуйте. Массовая задержка пенсии в Украине. Пенсионный фонд и отделение Укрпочты ссылаются на технические проблемы и просят граждан потерпеть. Сколько придется ждать выплат и кто в ответе за задержку, выясняла Валерия Семичихина. Владимир Иванович обычно получает пенсию в середине месяца. Но в этот раз выплаты ему, как и остальным украинцам, задержали. Мужчине сказали, что проблема в электронном кабинете. Сегодня звонил, они обзвонили в Киеве, все. Электронка не прошла. Сейчас я не знаю, к кому обратиться. В Укрпочте говорят, деньги не выплачивают, потому что их не перечислил пенсионный фонд. Мы как только получаем эти деньги, своевременно информируем клиентов через почтальонов или в отделениях и выплачиваем эти пенсии. Соответственно, более того, в связи с тем, что были вот эти небольшие задержки, мной принято решение продлить выплатной период на несколько дней. Обычно он заканчивался 25-го, в этом месяце мы его продлим до конца месяца. В пенсионном фонде успокаивают. В среду, 25 июля, всю необходимую сумму перевели на почтовые отделения. И уже сегодня пенсии начали выплачивать. Задержка финансирования пенсии была вызвана техническими проблемами с поступлением единого социального взноса. Проблема на сегодняшний день устранена. Выплата пенсии будет осуществлена в полном объеме. В следующем месяце пенсионный фонд обещает выплачивать пенсии в срок, начиная с 4 августа. Валерия Семичихина, Нестор Бондаренко, телеканал Донбасс. На передовой снова ранены. В результате боевых действий пострадали двое украинских военных. По данным штаба объединенных сил, в минувшие сутки режим тишины нарушался 24 раза. По пескам били из запрещенного миномета 120-го калибра. На других направлениях применялись гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Под огнем останется Луганская, Крымская, Авдеевка, Богдановка и Гнутово. Сегодня уже зафиксировано два обстрела в Лебединском и Водяном. Два микроавтобуса столкнулись под Славянском. Пострадали 6 человек. Авария произошла накануне на трассе Киев-Довжанский. По данным полиции, 62-летний водитель превысил скорость, не справился с управлением и догнал впереди идущий микроавтобус. От удара тот вылетел с трассы и перевернулся. Бус перевозил жителей неподконтрольной Горловки, пострадавшим от 24 до 75 лет. Ямы по колено, провалившиеся в реку асфальт и разрушенные опоры. Ездить и ходить по мостам Славянска и Краматорска опасно. Некоторые переправы в аварийном состоянии могут рухнуть в любой момент. Почему их не ремонтируют и сколько нужно денег на реконструкцию, узнавал Алексей Куделя. Это объездная дорога вокруг Славянска. Самый короткий путь для водителей и грузовиков. Ведь ездить через город им запрещено. Но мост здесь аварийный, говорят шоферы. Это вообще не мост, это страшно ездить по нему. Там вообще даже дырки. Дырки прямо светятся. Многим приходится проезжать здесь несколько раз в день, но альтернативы нет. Ну а что делать, если там знаки, а что нам делать? Там полиция, там под знак не проезжает. А как по-другому ехать? Просто приходится, да и все. По-другому-то никак. Рядом еще один мост через казенный торец. Ездить по нему вообще опасно. Бетонные плиты разошлись, асфальт местами провалился в реку, а пешеходные дорожки и перила рассыпались. Ненамного лучше обстоят дела и с основными мостами, ведущими в центр города. Здесь разбиты отбойники, дыры на тротуарах. Кое-где движение для пешеходов вообще закрыто. Людям приходится ходить по проезжей части. На ремонт мостов необходимо 67 миллионов гривен, говорят в мэрии. И просят помощи из областной казны. Через местного бюджета такая сумма нам не посеянная, безусловно. Поэтому обращаемся в область и надеемся на положительное решение данного вопроса. Уже приезжали представители из Донецкой областной организации, обследовали мосты, изучали этот вопрос. Ждем решения. Соседним Краматорским мосты тоже нуждаются в капитальном ремонте. В муниципалитете говорят, что наиболее проблемные участки – это переправа через реку Казен и Торец и путепровод над железной дорогой. На их капитальный ремонт понадобится 100 миллионов гривен. Этот проект, который у нас был раньше на 60 миллионов, мы его откорректировали. Сейчас этот проект примерно где-то я оцениваю миллионов в 100. И сейчас мы занимаемся поиском финансирования. Конкретных сроков, когда мосты начнут ремонтировать, никто не называет. Ведь денег на это нет ни в Славянске, ни в Краматорске. Миллионные поступления на реконструкцию городских переправ ждут из областного бюджета. Алексей Куделя, Игорь Ванастарев, телеканал Донбасс. Против повышения тарифов на воду выступают жители Покровска. Даже написали петицию в Горсовет. Она набрала нужное количество голосов. Как власти отреагировали на обращения граждан, расскажет Елена Успенская. Тамара Прокофьевна каждый месяц за воду платит около 100 гривен. Но даже такая сумма для пенсионерки неподъемная. Я знаю, что денег нет. Не хватает 1700. Половина уходит на лекарства. Очень дорогие, необходимые. Я инфаркт принесла. Обязательно надо. А на питание уже что бог пошлет. На 40% тарифы на воду в Покровске повысили еще зимой. Но жители не отступают. Разместили на сайте Горсовета петицию. Предлагают вернуть старые цены. На этой неделе обращение набрало нужное количество голосов. Надо пересмотреть. Люди не могут уже платить. За все плати, плати. Сейчас покровчане платят за один куб воды около 30 гривен. И понижать тарифы не будут. Таков ответ чиновников. В Горсовете утверждают, водоканал и так работает в убыток. Трубопроводы изношены. Запчасти и топливо дорогие. Поэтому снизить тарифы на воду невозможно, говорят чиновники. Кроме того, в Покровске круглосуточное водоснабжение. Но платить за него горожане не спешат. Долг достиг 16 миллионов гривен. Повышение тарифов, как мы видим на данный момент в Украине, проходит систематически во всех предприятиях, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги. Наше предприятие последние два года тариф не повышало. Только в этом году произошла соответствующая законодательству процедура. С чем связано? Конечно же, с ростом минимальной заработной платы сотрудников. Рост ГСМ на больше, чем 20%. Рост тарифа на электроэнергию. По словам правоведов, никакой юридической силы петиции не имеют. Она больше имеет рекомендательный характер. Петиция, психологический фактор, на который должен смотреть чиновник, решая вопрос ответа на обращение граждан. Единственное правило, если обращение граждан набрало необходимое количество голосов, органы власти должны его рассмотреть. Елена Успенская, Владимир Краснов, телеканал «Донбасс». «Мир глазами детей». Шесть проникновенных эссе на тему жизни без войны зацепили за живое профессиональное жюри конкурса «Что такое мирное лето». На протяжении нескольких недель участники со всей Украины присылали свои рассказы. С победителями познакомились наши корреспонденты. Говорить о доме в Краматорске 11-летняя Ксения спокойно не может. Из-за войны гибнет очень много людей. Это очень больно. Передать свои чувства девочка решила на бумаге. Я писала, как мы проводили то время, когда у нас была война. Мы сравнивали, какое сейчас лето и какое было тогда. Своё эссе о том, что такое мирное лето, отправила на конкурс, организованный фондом Рината Ахметова. Работу среди десятков других оценивают профессиональные жюри. Почти по каждому рассказу дискуссия. Выбрать лучшие среди достойных непросто. Это очень тяжело выбрать кого-то из этих детей, кто из них будет победителем. И очень сложно читать эти вещи. Мне было очень интересно читать эти эссе именно от детей. Они такие очень проникливые, очень сильные. В написанные строки дети вложили всю душу. Что такое мирное лето? Это спокойно и мирно тиша. Это свет, это цикад в ночи. Это друзья с утра и до ночи. Это счастье и живи уси. Работы присылали со всей Украины. Задевают за живое не только рассказы о пережитом, но и умение сочувствовать. Мы очень приймем это очень больно. Хоть мы центральная Украина, и у нас нет той ситуации, которую переживают люди на сходе Украины. Но мы не осторон. Авторы шести лучших эссе получили призы. Победители конкурса получат путевки в детский лагерь, который находится в Светогорске Донецкой области. Там уже отдыхают дети. Все эти дети получили путевку в рамках программы «Мирное лето детям Донбасса». Мы в фонде надеемся, что эти дети подружатся, узнают друг друга поближе, отдохнут и заложат фундамент долгой и крепкой дружбы на многие года вперед. Благодаря уникальной программе фонда с 2015 года возможность отдохнуть получили 3,5 тысячи детей. Большое спасибо Ренату Ахмедову за то, что организовал эту поездку в лагерь. Вообще возможность отдохнуть детям, пожить на мирной территории. Они могут почувствовать себя детьми в безопасности, что могут оздоровиться, отдохнуть. В Светогорск поедет и Ксюша Константинопольская. Надеется, что ее мирное лето будет таким же безоблачным, как у нее в сочинении. Инна Жиленко, Александр Скиба, Владимир Конопля для телеканала «Донбасс». Шаровые молнии пугают украинцев. Люди описывают в соцсетях ужас, которые они пережили, став свидетелями этого редкого явления. Раскаленный шар неожиданно залетает в открытые двери и окна. Как избежать опасности, расскажет Владислав Поливода. Евгения Кровец – очевидец редкого природного явления – шаровой молнии. Мистический огненный шар девушка увидела на своем балконе. Вся комната засветилась ярко-красным. Смотрю в отражение и вижу огромный огненный шар. Он был не такой уж и огромный, но где-то размером с баскетбольный мяч. Но все равно было страшно. Светилось, как солнце рисуют на картинках. Внутри что-то бурлило ярко-красным, таким красно-оранжевым. Через несколько секунд он взорвался. Этот шар взрывается и разлетается на мелкие шарики, как искры такие. И все потухло и пропало. Звук был, конечно, во время взрыва такой, как будто одновременно разбилось множество стеклянных бутылок. Только несколько предметов попадало на балконе, видно от взрывной волны. Синоптик Владислав Билых предостерегает. Шаровые молнии – явление наукой малоизученное, но очень опасное. Она имеет совсем меньше природы, чем обычная блискавка в атмосфере. Это все-таки энергия. Душа достаточно большая, электричная энергия, там, может, еще какие-то виды энергии, которые несут загрозу человеку, всему живому. Синоптик советует, чтобы избежать встречи с такой молнией, во время грозы закрывайте окна и выключайте электроприборы. Если вы все-таки увидели шаровую молнию, ни в коем случае не пытаетесь к ней прикоснуться. Также во время грозы эксперты советуют держаться подальше от водоемов. В них четверт и сжат водоемов. Продолжение следует...